Теперь дал права. Ну, собственно, пока вы делаете демонстрацию, я предлагаю поприветствовать участников методического вебинара, посвященный подготовке к заключительному этапу Олимпиады и профессионал по направлению машиностроения. В данном случае для уровня бакалавров. Тогда передаю слово Ирине Николаевне. Вроде как демонстрация экрана запустилась. Вам слова. Спасибо. Здравствуйте, мои участники. Сегодня мы вам расскажем по регламенту проведения заключительного этапа Олимпиады «Я профессионал», а также проиллюстрируем, покажем примеры заданий, которые могут быть на заключительном этапе, чтобы вы имели представление, по каким дисциплинам, по каким темам могут быть, соответственно, задания. Начнем с организационных вопросов. Дата проведения заключительного этапа у нас в 10 часов. Продолжительность выполнения заданий 240 минут, то есть вам дается 4 часа на выполнение всех заданий. Количество заданий, соответственно, 5. За каждое задание максимальное количество баллов, которые вы можете получить, это 20 баллов. Ну, соответственно, максимум это 100 баллов за все правильно выполненные задания. Какие задания по каким дисциплинам могут быть? Значит, первое – это дисциплины деталей машин, далее – теория машин и механизмов, сопротивление материалов, теоретическая механика, метрология, стандартизация и сертификация, технология машиностроения и программирование станков с ЧПУ. Вот здесь вот я хочу обратить внимание, что задания могут быть комбинированные, то есть не на одну дисциплину. То есть здесь, да, в совокупности, например, может быть задание на метрологию и на технологию машиностроения, да, то есть такое комбинированное задание может быть комплексное. Значит, как будет оцениваться задание? Значит, как я уже сказала, максимально можно получить 20 баллов за каждое задание, соответственно, в зависимости от того объема решений, которые вы представите, значит, будет оцениваться данное задание. Значит, ну, как рекомендация все-таки, даже если вы до конца не знаете решение вашего задания, соответственно, хотя бы формулы, хотя бы какие-то ваши предположения, да, ход решения, да, есть смысл представить, да, для того, чтобы получить, пускай не максимальное количество баллов, да, но, соответственно, хотя бы что-то за задание вы можете получить. Значит, еще один организационный момент, потому что уже поступали вопросы, можно ли пользоваться какой-то литературой. Значит, литературой никакой пользоваться нельзя, при вас должен быть только, естественно, пишущий прибор и калькулятор. Значит, все необходимые справочные данные, которые вам нужны будут для решения заданий, они уже будут представлены непосредственно в бланке задания, поэтому какой-то дополнительной технической литературы справочной вам не понадобится. Значит, это организационные вопросы по регламенту проведения Олимпиады и по содержанию, по крайней мере, дисциплин, да, по которым будут задания. И сейчас мы на примере покажем, какие могут быть задания вот на примере дисциплины технологии машиностроения. Опять же, как я сказала, это могут быть комплексные задания, которые совмещают в себе несколько дисциплин. Ну, как пример, да, задания вам может быть дан, например, какой-то шлицевой вал и вас будет расчифровать, например, что обозначает буквы и цифры в обозначении шлицов. Также, соответственно, для данной шлицевой поверхности предложить технологический маршрут ее обработки. То есть вам необходимо представить, да, от заготовки до финишной операции полностью технологический маршрут получения данной поверхности. Причем указать для каждого этапа ту точность, например, которую вы получаете или, соответственно, второй параметр – это частоту поверхности, которую вы получаете на промежуточных ваших этапах. То есть, да, соответственно, в зависимости от выбранной вашей вами заготовки и требований конструкторской документации, соответственно, вы проектируете технологический маршрут. Значит, здесь вы можете также указать оборудование, на котором вы, соответственно, обрабатываете, производите обработку, да, конкретного этапа. Также можно указать режущий инструмент, то есть вам будут дополнительные баллы. Значит, на какие темы еще следует обратить внимание при подготовке к заключительному этапу? На следующие темы в рамках дисциплины, например, метрология, стандартизация и сертификация – это построение размерных цепей, расчет полей до пусков, определение посадок, параметров посадок. То есть, какие типы посадок бывают, посадки с зазором, с тягом, переходные посадки. Какие параметры у каждого типа посадки, посадок, как их видать. Также посмотреть такие вопросы, как точность поверхностей в зависимости от функционального, их функционального назначения. Соответственно, да, если у вас поверхность под установку подшипника, соответственно, там определенная точность. Значит, здесь задание на понимание функционального назначения каждой поверхности, исходя из этого, соответственно, назначение определенных технических требований. Ну, как я уже сказала, вот на данном примере, обратить внимание на темы, связанные с разработкой технологических маршрутов обработки различного типа поверхностей. Посмотреть разделы, связанные с программированием станков с ЧПУ, также могут быть вот такого рода заданием. Это вот основные типы вопросов, заданий, которые могут быть вам предложены. Значит, мы рассмотрели сейчас с вами пример задания по технологии машиностроения. Я сейчас передам слово Светлане Юрьевне, она вам покажет другие типы заданий, которые могут быть. Значит, коллеги, задачи будут достаточно интересные. Сразу могу сказать, что это задачи с реального производства, от нашего корпоративного партнера. То есть они не придуманы, ну, вот просто так. Это все работает, то, что должны будут сделать ребята, просто они должны будут посмотреть, что там можно сделать. Задачи будут примерно следующего типа. Как, например, сейчас вы видите, да, найти ошибки в такой конструкции. Сама конструкция достаточно простая. Здесь вы видите решение, ну, на всякий случай, да. То есть в целом здесь нужно проявить себя с точки зрения конструктора, вспомнить какие-то конструкторские вещи, вспомнить компетенции, которые ребята уже знают, исходя из дисциплины, как детали машин, точность механизмов и машин, и обычная инженерная компьютерная графика. Еще также в задачах будут отдельно небольшие расчеты, они будут не громоздкие, но они будут довольно интересные, но очень простые, например, расчет передаточного числа, какой-либо конкретный механизм или конкретной передачи, или, например, расчет редуктора. То есть то, что, в принципе, ребята уже все делали, когда учились. Вот, мы постарались сделать так, чтобы задачи были достаточно интересные и нетривиальные. Сразу говорю, по оцениванию все то же самое, оцениваться будет даже не только, если задача была выполнена полностью до конца идеально, а даже если ход решения, в принципе, вел к правильному результату. Плюс мы постараемся привлечь к проверке этого задания, разумеется, технологов и конструкторов с машиностроительного завода «Таурус Феникс», с которого мы получили эти задания. Вот, может быть, есть какие-то вопросы ко мне? Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы по регламенту проведения заключительного этапа или, возможно, какие-то вопросы, ну, более, может быть, конкретные по заданиям? Сейчас мы рассказали достаточно широко общие темы, которые могут вам встретиться. Может быть, есть какие-то более конкретные вопросы? Тут вопрос из чата. При программировании станка нужно ли прописывать строчку безопасности? Нет, можно не прописывать. Значит, вот здесь вот, раз уж, да, у нас поступил вопрос по поводу программирования станков с ЧПУ. Вот здесь вот такая рекомендация. Посмотрите, пожалуйста, чем отличается программирование, например, контура деталей и программирование эквидистанта. В чем разница? Потому что в задании может быть конкретное указание, что запрограммировать и, соответственно, использование определенных функций для того, чтобы вы, соответственно, смогли представить код программы. Посмотрите, пожалуйста, что такое, например, коррекция инструмента, как она задается. Вот такие вот нюансы, если мы вот говорим именно о задании, связанном с программированием станков. Ну и дополнение тоже вопрос из чата. При программировании можно ли использовать корректор? Вот, я как раз на него, да, имеется в виду, какой я вот, имела в виду сейчас. Значит, ну, я надеюсь, что мы говорим с вами об одном и том же. А, естественно, можно ответ на вопрос. Есть еще вопросы? Ну, пока в чате никто ничего не писал. Но также ребята могут задать вопрос, включив микрофон. Вот еще один вопрос из чата. Параметрическое программирование приветствуется? Да, вы можете, соответственно, использовать любой метод программирования. Значит, по еще небольшое дополнение тогда, раз уже такая, да, тема, связанная с программированием станков, здесь вопросы появились. Также есть смысл посмотреть разделы, темы, да, вопросы, связанные с наладкой оборудования, с ЧПУ. Значит, какие могут быть схемы, например, привязки нулевой точки, значит, вот, посмотри, да, для токарных деталей, для фрезерных деталей, вот, какие есть методы. То есть, есть вероятность, что могут быть такие вопросы. Вопросы какие? Пока в чате больше никто не писал. Ну, понимаю, вопросов у нас нет. Вот появился вопрос из чата. Можно еще подробнее про задачу с роботом? Так, а что за задачу с роботом? Светлана Юрьевна, вы, по-моему, про робота не рассказывали, да? Да, про робот я ничего не говорю. А можно вас попросить пояснить немножко вашу вопрос? Екатерина, да, задала вопрос. Екатерина, вы можете включить микрофон, пояснить задачу про робота? Какую вы имеете в виду? Потому что мы про робота сейчас ничего не говорили. А в прошлом году были такие задания? Может быть, демоверсии? Демоверсия какая-то? Да, в прошлом задании, в прошлом году, прошу прощения, было задание, связанное с роботом. Я точно не помню, что за формулировка была. Но в прошлом году, насколько я помню, вот такого типа задач с роботом нет. То есть это уже ближе к робототехнике. Здесь у нас, да, в дисциплинах она не заявлена. Так, ребята, еще какие вопросы? Ну, я полагаю, что вы на этот вопрос ответили по поводу демоверсии. Да, я думаю, что... Так, больше нету. Тогда что, мы можем тогда завершать наш вебинар? Ну, в целом, мы уже достаточно долго ждем вопросы. Видимо, больше вопросов нет. Яки, тоже большое спасибо. Тогда заключительное слово там скажите. Пожелайте удачи, наверное. Ну, конечно, да, мы желаем удачи всем участникам заключительного этапа. Ну, и, как уже, да, все-таки основная рекомендация – это не оставлять задание без решений. Показать хотя бы ход ваших мыслей. Пускай он где-то будет неправильный, но, по крайней мере, мы можем что-то оценить. На заключительном этапе. Я так думаю, наверное, можно, да, завершать? Да, собственно, давайте завершать, потому что вопросов больше не поступило. Удачи пожелали. Так что до встречи, 8 апреля, получается. До встречи. О, вопрос появился в чате. Как будет процесс организации Олимпиаду при приезде на место? Кто-то ожидает нас? Ну, собственно, как будет происходить процесс организации Олимпиады? Ожидает ли кто-то на месте? Да. Ну, я со своей стороны могу ответить так, что обычно, ну, то есть мы не касаемся конкретно прям организации Олимпиады, вот, и нас особо сильно не информировали о том, как она будет конкретно проходить. Но по опыту того, как проходило прошлые годы, да, участников обычно встречали. Вот, ну, как минимум информировали, создавали там телеграм-каналы или чаты в социальных сетях, и, собственно, там велось информирование участников о том, куда им и что делать. Как-то так могу так ответить. Ну, и встречать, насколько я знаю, вас не будут, вы должны сами будете приехать. Я думаю, что проблем никаких не возникнет. Сколько всего будет задач? Нет. Нет. Ну, ответ, надеюсь, получен, и по предыдущему вопросу тоже, надеюсь, что более-менее ответили. Ну, тогда давайте завершать снова удачи и до встречи 8 апреля. До свидания, ребята, до свидания, коллеги, всего хорошего, до встречи. Мы завершаем конференцию. Спасибо. Продолжение следует...